Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил. Снова я приветствую вас на канале Хартвуд. Сегодняшний видеоролик хотел бы начать с поговорки, которая всем известна. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. В действительности, конечно же, самое главное это измерение, а работа это уже как бы на втором месте. То есть от точности измерений зависит и качество изготовления какого-то изделия. И сегодня хотел бы поделиться с вами своими соображениями. Возникла мысль о том, что нужно сделать отдельный плейлист, который будет посвящен всем измерительным инструментам. Электроизмерительным, механическим инструментам, все что касается любых каких-либо измерений. Здесь же сразу хочу сказать, что занялся этим вопросом вплотную и купил у китайцев несколько приборов. Во-первых, это, например, бесконтактный измеритель температуры до 9 сотых градусов. Бывает очень часто нужен, когда, например, мы закаливаем какую-либо деталь, либо производим отпуск. Далее, второй прибор это уклономер. Я уже рассказывал, что у меня был такой прибор, но пришлось подарить его товарищу, не суть важно. Собственно говоря, это прибор, который нужен для того, чтобы выставлять угол наклона на торцовочных пилах. Там, где очень малый лимб, вот этот прибор бывает очень полезен. Тоже ему будет посвящен отдельный обзор. Следующее, что я покажу, это лазерная рулетка. Вот так она выглядит. Тоже будет на нее отдельный обзор. И расскажу, почему именно эта рулетка. Эта рулетка до 70 метров. И последнее, это лазерный уровень. Уровень этот на 5 линий. Просто вкратце покажу. Вот так он выглядит. В принципе, он ничем не примечательный, ничем не отличается от любых других. Хотя свои определенные особенности у него есть. И я расскажу, почему именно такой уровень я выбрал. И хотя строительный сезон у меня практически уже закончился, тем не менее, вот такой лазерный уровень будет очень полезен не только в строительных вопросах, но также и в столярных. И, например, в подвешивании каких-то шкафов, в расстановке мебели, да в чем угодно. То есть, уровень такой очень нужен. Однако, сегодняшний обзор будет посвящен не этим самым приборам, а он будет посвящен пропорциональному циркулю. Пропорциональный циркуль – это механический инструмент, это производство СССР, очень старенький, вот в такой коробке, стеклянная крышка. И сюда входит, во-первых, сам пропорциональный циркуль. Выглядит он вот так. Также в комплекте имеются два комплекта иголок. Иголки маленькие и большие. И вот такое поверочное устройство. Такая лапка, которая нужна для того, чтобы при замене иголок очень точно все выставить. Также к циркулю в комплекте идет вот такая бумажная инструкция. Здесь порядок работы этим циркулем. Все очень хорошо, за одним только исключением, что это бумажка, и бумажка рано или поздно потеряется, либо придет негодность. Поэтому, для того, чтобы этим циркулем можно было без труда пользоваться, есть те же самые цифры, вынесенные вот на самой крышке. То есть, сама крышка, сам корпус является как бы памяткой. И сейчас моя задача заключается в том, чтобы показать вам, как пользоваться этим циркулем, для чего он нужен. Сразу скажу, что этот инструмент не очень распространен, но тем не менее, он очень функционален и бывает очень полезен. Во-первых, при помощи вот этого пропорционального циркуля, иногда его еще называют делительным циркулем, при помощи него можно, например, разделить отрезок на несколько равных частей. Где это может быть нужно? Например, когда вы делаете шиповое соединение, например, ласточкин хвост. И вам нужно, чтобы шипы были расположены симметрично. Вот в этом случае, вот этот циркуль очень хорошо помогает. Есть способ, конечно, рисовать диагональную линию, делить это все на отрезки, потом проводить параллельные линии. Но таким образом вы пачкаете саму заготовку. А вот при помощи делительного циркуля, вы получаете сразу нужное количество делений, именно на самой детали в нужных точках. Второе, это можно разбить окружность на несколько частей. Например, на 7 частей разделить окружность. Или, например, на 12 частей, на 9 частей. То есть, другими способами, графическими построениями это делается очень сложно. Транспортиром пользоваться не всегда удобно, и вы не достигнете той точности. А вот именно делительный циркуль вам даст точность, ну, я бы сказал так, до десятых долей, это как минимум. Циркуль состоит из двух частей, которые соединены между собой шарнирной. Также здесь имеется передвижная колодка, она также состоит из двух частей, и зажимной винт. Отпуская винт, мы можем переместить колодку в любое положение. Здесь нанесена шкала с делениями, есть шкала нониуса, и шкала нониуса нужна для того, чтобы точно выставить расстояние, те, которые указаны в таблице. И как пользоваться таблицей, я вам сейчас расскажу. Суть работы заключается в том, чтобы по шкале установить требуемый масштаб. Дальше измеряем расстояние с одной стороны, и с другой стороны, получаем пропорционально меньшее расстояние, в зависимости от установленного масштаба. Помимо основных функций, это деление отрезка, либо окружности на равное количество частей, этот циркуль также позволяет начертить, например, радиус окружности, площадь которой в заданное количество раз меньше, либо больше от заданной, либо также радиус шара, объем которого также пропорционально отличается от исходного. Сейчас мы все это закрепим на практике, и буду я использовать для этого вот такие листики кетинакса, темный материал, и на нем можно будет безболезненно царапать иголками, и все будет хорошо видно. Возьмем крупный план. Характерной особенностью пропорционального циркуля является то, что при работе с ним не обязательно пользоваться линейкой. Допустим, если у нас есть определенный отрезок, не обязательно его измерять и высчитывать все по линейке. Все в точности мы получим при помощи пропорционального деления отрезка, вот при помощи этих самых иголок. Прежде всего, что нам требуется? Нам нужно установить требуемый масштаб. Предположим, нам надо поделить вот этот торец детали на 5 равных частей. Для этого нам нужно воспользоваться таблицей. Вот здесь имеется таблица. Вот здесь в столбик указан масштаб. Здесь указано деление отрезка. Здесь площадь круга и объем шара. Начнем мы, естественно, с деления отрезка. Ну, например, вот 1 к 5. Нам нужно установить цифру 43,3 мм. Чтобы правильно установить колодку, нужно сначала свести циркуль. Здесь, обращаю внимание, имеется штифт. На противоположной стороне имеется выемка. Когда мы сводим штифт с выемкой, то иголки у нас выравниваются. Вот в этом положении нужно установить 43,3 мм. Установка производится точно так же, как и, например, на любом штангенциркуле. Нолик уставляем на 43 и 3 десятки смотрим по шкале нониуса. Далее все, что нужно сделать, это измерить общую длину. И после этого мы получаем на коротких иголках отрезок, который в 5 раз меньше, чем отрезок на больших иголках. И можно спокойненько приступать к делению. Видите, что совпадение получается абсолютно точным, просто идеальным. То есть, вот, пожалуйста, мы разделили отрезок на 5 равных частей. То же самое можно сделать и в любом другом масштабе, в зависимости вот по этой таблице. Если же нам нужен другой масштаб, кстати говоря, не обязательно это может быть целое число, тогда нам нужно воспользоваться формулой. И подсказка точно так же есть уже здесь на корпусе. Следующее, что я покажу, это как начертить окружность, площадь которой в 2 раза меньше от заданной, например. Ну или в другое количество раз. Давайте в 4 раза меньше. Для этого нам нужно воспользоваться вторым столбиком. И на этом столбике мы смотрим масштаб 1 к 4. 86,7. Опять сводим иголки. Отпускаем гаечку. И выставляем 86,7. Теперь, какое бы расстояние я не установил на малых или на больших иголках, площадь окружности, описываемой малыми иголками, будет в 4 раза меньше площади окружности, описываемой большими иголками. Проконтролировать это будет довольно сложно, а визуально будет это выглядеть примерно вот так. Ну и здесь нарисую маленькую окружность внутри. Вот площадь малой окружности в 4 раза меньше, чем площадь большой окружности. Можно всё это измерить линейкой, посчитать. Но, уверяю вас, здесь полное точное совпадение. Если же нам потребуется начертить радиус сферы, объём которой в заданное количество раз меньше исходного, то нам придётся воспользоваться последним столбцом. И вот здесь, например, 86,7 это в 4 раза меньше, и вот 86,7 это 1 к 8. Я случайно взял эту цифру, но она является очень показательной. Видите, что цифра одна и та же, и если у нас площадь отличается в 4 раза, то для окружностей это будет отличие равно 1 к 8. То есть, объём вот такой сферы в 8 раз меньше объёма вот такой сферы. А теперь, пожалуй, самое интересное, займёмся разбиением окружности. Здесь, конечно, нужно выставлять всё очень чётко, очень точно, и здесь есть некоторые нюансы. Прежде всего покажу, что при делении на 4 и на 5 отрезков у нас производится измерение как бы наизнанку. То есть, мы измеряем не длинными иглами, а короткими. А дальше у нас всё идёт классическим методом. И сейчас покажу. Давайте для начала воспользуемся, ну, например, возьмём, поделим окружность на 7 равных частей. То есть, 7 угловых мер. И для этого нам единственное, что нужно установить, вот это значение. 120,8. Сводим иглы. Отпускаем. И ставим. 128. Фиксируем. У нас есть уже окружность. Я знаю её центр. Но её радиус. Это будет первая точка. Дальше переворачиваю циркуль. И начинаю делить окружность. Вот вы видите, что окружность ровно поделилась на 7 частей. Всё очень ровно и точно совпадает. Ну и для контроля давайте поделим на 4, либо на 5 частей. Но на 4 части делить неинтересно, потому что достаточно просто крест-накрест нарисовать линии. А вот поделить окружность на 5 частей, это уже более интересная задача. И теперь обращаемся к шпаргалке. Вот звёздочка. Замер радиуса производится короткими иглами. То есть, мы берём короткие иглы. Нарисую другую окружность, чтобы не путаться с разметкой. У меня есть центр. И теперь длинными иглами ставим одну риску. И идём по кругу. Вот у нас опять получилось идеально точное совпадение. Циркуль очень прост в работе, очень функционален. Если у вас есть возможность приобрести такой инструмент, я бы рекомендовал вам это сделать. Он не такой уж дорогой, но он очень сильно облегчает жизнь. Пожалуй, единственное, что обязательно следует отметить, это соблюдать осторожность при работе с иглами. Во-первых, ни в коем случае нельзя, чтобы циркуль падал, втыкался куда-то иголками. Потому что, во-первых, тупятся сами иголки. Во-вторых, они крепятся винтиками. И, естественно, настройка сразу собьётся. То есть, ронять его ни в коем случае нельзя. Если вы вдруг заметили, что ваш циркуль привирает, или иголки испортились. Во-первых, иголки можно заменить. Комплект коротких и комплект длинных иголок. Плюс можно эти иголки хорошенько подточить. И при установке в ноль применяется вот такая скоба. Делается это очень просто. Во-первых, длина самого циркуля должна составлять 260 мм. Откручиваем вот этот винтик. Устанавливаем нониус на 130 мм. Что соответствует половине расстояния. И зажимаем винтиком. И иголки должны упереться вот в эту плоскость. Она проточенная. Видите? Калиброванная. То есть, здесь всё очень хорошо подогнано. И точно так же поступайте со второй стороной. На тех же самых 130 мм. После этого ваш циркуль откалиброван. И вы можете им пользоваться и получать очень точные результаты. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен. И сама идея создания плейлиста с измерительными инструментами не будет воспринята в штыки. И у меня к вам есть небольшая просьба. Хотел бы услышать, какой из измерительного инструмента вы хотели бы видеть в этом плейлисте. Если есть какие-то соображения, пожалуйста, напишите в обсуждении к этому видео. Измерительных инструментов у меня много. Повторюсь ещё раз, я кое-что купил, кое-что у меня уже есть. Но единственное, думаю, что стоит ли рассматривать, например, работу со штангенциркулем. Или, например, работу с микрометром. В принципе, с одной стороны, эта работа несложная. И каждый умеет пользоваться штангенциркулем. А с другой стороны, зрители моего канала, это не всегда мужчины. Это часто женщины. И женщинам иногда бывает сложновато. Помимо всего прочего, можно будет также рассматривать в этом плейлисте и работу со стрелочным индикатором часового типа. Думаю, что многим это видео тоже будет полезно. Ну и так, на этом я с вами прощаюсь. Жду ваших вопросов, комментариев, пожеланий. Не забывайте ставить оценку, подписываться на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok